Как сих пор развела меня на деньги. Она снова это сделала. Это капец. Ничего задорого. Хрен с ним, если бы еще удаляла это макияж. Так нет. Всем привет! Сегодня предлагаю вместе со мной отвлечься, развлечься и сделать полезное дело, а именно расхламление. Вы просили вернуть рубрику «Пустые баночки», так что я продолжила какое-то время тому назад собирать то, что у меня закончилось. Но для того, чтобы немножко разнообразить эту рубрику, мы сделаем несколько другой формат. Я добавила какие-то разочарования. И возможно в будущем это будут не просто пустые баночки, а я также буду показывать вам замены. То есть что-то закончилось, вот пришло новое. Будем пробовать. Не затягиваю. Поехали! Начнем мы просто с адового тоника, которым я воспользовалась всего несколько раз. И с меня уже этого хватило. Он от марки Клиника. Пожалуйста, не воспринимайте это так, что весь уход плохой, что я к кому-то или к чему-то негативно отношусь. Нет. Просто есть средства, которые конкретно мне не подошли, но в некоторых случаях я реально не понимаю, кому они вообще нужны. Этот тоник предназначен для проблемной кожи, у которой периодически появляются высыпания. То есть его можно использовать для профилактики или для того, чтобы подлечить то, что уже есть на коже. И я собиралась использовать его именно локально. У меня когда-то была, по-моему, двойка. И там также был спирт, но он был добавлен для того, чтобы работала салициловая кислота. И он у меня не вызывал какой-то сухости. Я регулярно им пользовалась. Я покупала его. Вот. Ну и когда я открыла этот, я испытала такие ощущения. Просто прилив бодрости, можно сказать. Потому что запах спирта, ну вот настолько ядреный. Я подумала, может я что-то призабыла. И в том тонике было так же. Сейчас мои предпочтения изменились, какие-то привычки в уходе. Думаю, окей, я же барышня рисковая. Нанесла тоник на ватный диск и начала протирать лицо. В принципе, лицо у меня не жгло. То есть не было такого, что вообще там спасите, помогите. Но у меня настолько начали срезиться глаза, что я просто подумала, что этот тоник хочет меня уничтожить. И начал он это делать именно с глаз. Я себе не представляю, как им можно пользоваться на постоянной основе, как рекомендуют и утром, и вечером. И потом у меня стянуло кожу так, в тех местах, куда я его нанесла, что я просто офигела. Да, конечно, у меня сухая, но иногда проблемная кожа. Я это понимаю. Но есть же тоники, которыми я пользуюсь, и все нормально. Это я побежала быстро смывать. В конечном итоге я увидела, что на лице появились красные пятна. У меня чувствительная кожа. И, возможно, для кого-то, у кого такая плотная, жирная кожа, и кто не боится спирта, кто, в принципе, не парится по этому поводу, главное, чтобы работало, может, это ваш вариант. Но лично я боюсь его кому-то подарить из своих подруг, дабы они на меня не обиделись. Буду чередовать плохое с хорошим, чтобы вы не подумали, что я злая тетка, которая ненавидит всех и все вокруг. Это было супер дорого. Но это тот случай, когда, знаете, что-то такое дорогое, что ты скрипя зубами за это платишь, но на тебе это, блин, работает. И ты так выдыхаешь с облегчением и думаешь, ну, хорошо, я себя побаловала, моя кожа мне за это благодарна. Но скажу сразу, что есть более доступные аналоги. Это эссенция от марки Estee Lauder по типу корейских, которая наносится первым шагом сразу после очищения. И здесь есть мои любимые пробиотики, а именно лиза от бифидобактерий, которые как раз очень классно сказываются на состоянии моей кожи. Это то, что я сейчас ищу в косметике, я недавно вам рассказывала. Они как бы балансируют состояние кожи, предотвращают, действительно предотвращают появление несовершенств, каких-то высыпаний, покраснений. С подобного рода средствами также у вас гораздо меньше какой-то сухости, вот непоняток с лицом. Консистенция у этой эссенции чуть более густая, чем у тоника. Очень удобно использовать, стеклянная такая матовая бутылочка. Они охи-ахи. И если хотите себя побаловать, то очень советую, если получится купить где-то в наборе с другими средствами, где будет поменьше, например, бутылочка такой эссенции, то однозначно стоит взять, попробовать. Но так как я сказала, можно найти что-то более доступное. Это эссенция от марки Миша или еще подороже. Это, например, эссенция SK-2. Для меня это то, за что я готова заплатить снова деньги из собственного кармана, потому что это тот люксовый продукт, который работает. Абсолютно нежданный гость, на которого я возлагала огромные надежды. И тут такой провал. Мне очень нравится гель для умывания от Эйзенберг. Я столько раз его нахваливала, что когда в мои руки попало это средство для демакияжа, оно, кстати, заявлено как увлажняющее, я подумала, что очень-очень вовремя, потому что как раз была зима, когда я им первый раз воспользовалась, на мне был довольно легкий макияж, и самое стойкое средство это был гель для бровей. Я нанесла его на ватный диск и начала удалять косметику. Я так думала. На самом деле я разводила нечто жирное по своему лицу, и когда это молочко застряло в моих бровях, я подумала, ну ладно, может я сейчас умоюсь гелем, и это все пройдет. Мне так сложно было его отмыть со своего лица, чтобы убрать вот это ощущение пленки, чего-то такого максимально неприятного. Я даже не могу сказать, с чем это можно сравнить. Я, короче, так долго умывалась в тот вечер, чтобы избавиться от всего вот этого беспредела, который это средство развело на моем лице. И потом я подумала, ладно, может я что-то делаю не так. Я пробовала разными способами, я использовала вот, честно, столько. И каждый раз происходило одно и то же. Вот знаете, хрен с ним, если бы еще удаляла это макияж. Так нет, то он как был на моем лице, так он и остался. Тушь это средство также не убирает. Я не знаю, в чем загвоздка. Я не знаю, как такое могло произойти. Но я была очень неприятно удивлена. Я говорю, нет. Если хотите уж что-то от марки Айзенберг, то возьмите непеняющийся, нежный, обалденный гель для умывания. Убирает косметику, не пересушивает. Что касается чего-то более доступного по цене, то у меня закончились два геля для умывания. Опять же, аналог геля от марки Айзенберг, тоже без аромата, это царавая пустая банка. И пенящийся для тех, кто любит более очищенную кожу, у кого жирная комбинированная кожа. У меня вот две пустышки. Я точно помню, как я распаковывала красивую пиар-рассылку. Как я читала даже на камеру обещание, что через 7 дней можно увидеть классные результаты, что будет очень увлажненная кожа, что она даже как-то омолодится. Это сыворотка с планктоном. Уж точно не помню с каким. От марки Биотерм. Это гиалуроновая сыворотка, которая наносится под крем. То есть, ее нужно чем-то закрывать. Она очень приятная, красивенная упаковка. И одно удовольствие пользоваться этим средством. Ничего, собственно говоря, через 7 дней не происходит. Я продолжала пользоваться этой сывороткой. Она немного увлажняет лицо. И также имеет тенденцию скатываться с некоторыми кремами. Поэтому я наносила ее вечером, давала ей подпитаться и поверх крем. И потом не трогаю уже лицо, ложусь спать, утром смываю. Вот ничего такого. Честно, просто увлажняющая сыворотка. Да, неплохо, но не то чтобы очень хорошо. Вот как-то, ну вот как-то так. Очень хорошая вещь локального действия от несовершенств. Она на основе каких-то кислот и цинка. Единственное, что меня раздражает и в подкрашенной версии, и в этой точно так же, это бренд Holy Land. Это то, что когда я открываю, вот сейчас просто рискую чистотой в моей комнате. Она снова это сделала. Это капец. Потому что все, как бы подсохшее на крышечке, высыпается. Блин, теперь у меня грязные все джинсы. Это при том, что я никуда ее с собой не возила. Она вот так тихо, мирно стоит. Но перед использованием ее нужно взболтать. Поэтому потрясешь так, потом открываешь, и это все высыпается на тебя, на раковину. Короче, эта сыворотка вот просто обеззараживает, истребляет все несовершенства вокруг тебя, не только на твоем лице, а вот на всякие случаи, знаете, притрусить все вокруг. А так, сама по себе, она очень действенная. Она круто подсушивает прыщи. Даже если что-то назревает, можно наносить на ночь. Она подсыхает, оставляет такое белое пятнышко. Меня это никак не смущает. Мой томок уже не обращает на это внимания. В крайнем случае, только он меня видит. И даже под макияж можно нанести, если вы обязаны накраситься, без этого никак. Так, наносим, даем подсохнуть, и поверх там какой-то легкий тон, чуть-чуть можно корректора. Вот меня немножко раздражает форма выпуска. Я не знаю, что еще можно с этим сделать. И также я заметила, что как бы вот этот цинк остается, вот это все рассыпается до сих пор, а сама вот эта жидкость, она как-то довольно быстро закончилась, или возможно испарилась. Я не знаю, но такой баночки мне хватает где-то на полгода. Наташенька, Динонушка или то, как Сифора развела меня на деньги. Я зашла в стационарный магазин в галерее Краковской. У нас там есть стенд Наташи Диноны. Посмотрела румяна, посмотрела вообще вот эти двойки. Здесь румяна и хайлайтер. И подумала, боже, какой красивый цвет. Там такое освещение, что эти два продукта казались намного светлее. Румяна действительно оттенка чайной розы. Ничего подобного в сатиновой формуле у меня нет. То есть они как бы дают такой нежный перелив, но без эффекта подсвечивания, без каких-то блесток. То есть это не хайлайтерная тема. И хайлайтер тоже показался мне вполне себе носибельным. Так как я была накрашена, у меня не было с собой кисточек, я это все не попробовала на себе. И мне понравилась текстура. Они такие вот даже слегка как кремовые, супер мягкие. Я пришла домой, дождалась скидки. Думаю, я себе куплю и палетку теней, и вот эту вещь. И когда она ко мне приехала, вот прям очень красивая упаковка, такой добротный пластик, розовый с белым. Выглядит так стильно, очень приятно пользоваться. Но то, как это наносится на каждый тон, и всевозможными кисточками, и спонжами, и что я только не пыталась использовать, но это всегда, вы знаете, как очередной слой штукатурки на твоем блин лице. Это выглядит так тяжело, это вообще ни капли не освежает. И если оттенок пыльной розы, да, окей, возможно, мне нужно немножко подзагореть, но что касается хайлайтера, то он, блин, желтушно какой-то, вот я не знаю, просто это нечто, вы знаете, как желтая цветная пудра для лица с эффектом подсвечивания. Я пробовала использовать как пудру. Не оле. Это не то же, что, например, Armani Neo Nude, это выглядит некрасиво. Это, наоборот, подчеркивает даже вот сеточку, которая есть на коже. Я не говорю о том, что там морщины, не морщины, они тоже у меня есть. Но вот даже если нанести на руку, то видно, блин, в нормальном освещении, что подчеркивается текстура. И когда ты наносишь румяна, хайлайтер, а под низом у тебя даже есть уже там какой-то легкий тон или что-то вот тонирующее, типа CC-крем, это смотрится как слоеный, блин, пирог. Злости моей не хватает, потому что это настолько дорогая палетка, даже учитывая скидку, мне просто обидно. Я не видела обзоров конкретно на эту палетку. Оттенок у меня, я напишу в инфобоксе, мне сейчас даже не хочется искать, но для меня это настоящее разочарование. Я пыталась как-то вот нанести на влажный тон, чтобы это как-то вот, знаете, все там поженилось, смешалось, смотрелось одним счастливым целым. Не работает. Еще одна обалденная умывашка, которая закончилась у меня за зиму, это бренд COSRX, это такой гибрид и геля, и молочка, то есть он не прозрачный, а имеет слегка белый оттенок, но на лице это не ощущается как именно молочко. Это гораздо легче, это без проблем смывается, это также удаляет косметику, я использовала его утром и вечером, и также она очень долго хватает, поэтому если вы ищете что-то, что будет нежно относиться к вашему лицу, то от души советую, это действительно одна из лучших вещей, которую я попробовала за прошлый год. Ой, эта маска у меня так давно, я ее все использовала и использовала, она все не заканчивалась и не заканчивалась. Это профессиональный бренд Кристина, у нее супер приятная отдушка, у нее супер приятная текстура, и написано, что она подойдет для каждого типа кожи, это абсолютная правда, заявлено как увлажняющая, я с этим согласна, она осветляет кожу, да, здесь, насколько я помню, в составе есть какая-то глинка, но она не застывает, то есть она остается в кремовой форме, все вот эти 15-20 минут, которые вы держите ее на лице, и при этом всем она выравнивает оттенок кожи, вот такой свежачок после нее, что если вы когда-то хотели попробовать что-то из того, что используют в косметологических каких-то кабинетах, то советую попробовать вот эту масочку, особенно в межсезонье, когда еще не жарко, но уже и не супер холодно, и кожа капризничает, там шелушится, вот что-то такое с ней летом, после загара, когда хочется, вот знаете, немножко и обновить кожу, и подвосстановить, наверное, так, и после лета, также замечательно будет, например, на холодное время года, я ее очень сильно любила, Кристина, повторюсь. Наверное, не стану подробно останавливаться на сыворотке от марки Revolution, потому что я много раз о ней рассказывала, она была фаворитом года, это у меня сыворотка с 5% молочной кислоты и гиалуронкой, отменная бюджетная вещь, то, что я попробовала от этого бренда, и мне понравилось, и я готова советовать вам, причем также для любого типа кожи. Так, а это у нас, не знаю, сыворотка, крем из категории ничего за дорого, то есть дорогое средство, которое абсолютно ничего не делает на нашем лице. Это марка Holy Land, я периодически беру что-то на пробу, и линейка называется Calm Derm, причем это средство заявлено как успокаивающий бальзам, который устраняет красноту, он должен очень хорошо успокаивать кожу, и говорят, что его нужно использовать какое-то время, чтобы заметить результат, также он должен укреплять сосуды, и я вот прям религиозно им пользовалась, и вот сколько бы я ее на себя не мазала, вот ничего не происходило, блин, даже краснота не проходила, и это обидно на самом деле. Вот когда я выхожу из душа, лицо у меня красное, и декольте, и чаще всего, когда я наношу что-то с центеллой, например, или с пробиотиками, буквально через несколько минут кожа восстанавливается, и все нормально. Тут же хоть мажь, хоть не мажь, поэтому я говорю, нет. Не поверите, сыворотка для роста ресниц, но спокойно, я никого не обманывала, я ее воспользовалась всего несколько раз. Зачем, спросите вы? А потому что иногда, не иногда, а каждый месяц реснички обновляются, и бывает вот так, что они выпадают в одном месте, вот целым пучком буквально, и тогда образуется пробел, который очень сложно нормально накрасить, и смотрится это так, вы знаете, как будто тебе кто-то выдерчать ресниц, и вот тогда хочется, ну скорее уже, блин, отрастайте, знаете, кто-то отращивает волосы, а я ненавижу, когда у меня маленькие, вот эти короткие ресницы, а я отращиваю ресницы. Но это все шутки, на самом деле, мне было очень интересно, я думаю, раз тут такая ситуация, такой момент, пусть я вот по-быстрому помогу отрастить часть ресничек, и я максималист в этом плане, я начала наносить, как подводку, это марка Evaline, я не знаю, это их новинка, или когда она там у них появилась, я наносила по всему росту ресниц, утром я проснулась, думаю, почему у меня такие красные веки, почему у меня такие красные глаза, я достала глазные капли, ну короче, вы знаете, как оно, да, сейчас я сама все порешаю, пользовалась каплями, все прошло, я ненасытная женщина, намазала еще раз, и я поняла, что, блин, нет, эта сыворотка делает мои глаза красными, воспаленными, я не могу потом после нее краситься, и лично я больше не стану ее пользоваться, очень классный, питательный, восстанавливающий крем от марки Vileda, и вы мне писали, что он также вас спасает от сухости рук, от частого мытья, у многих из нас пересыхают руки, я бы с удовольствием повторила этот крем, но он, к сожалению, сейчас во многих местах, откуда я заказываю косметику, распродан, если вы ищете что-то для рук, для тела, от сухости, защитный, восстанавливающий крем, с супер составом, вот эта линейка Skin Food, от марки Vileda, это, Vileda, от марки Vileda, это нечто, и на следующую зиму, я обязательно себе его возьму, потому что, я его вымазала на свое лицо, в качестве такого, очень восстанавливающего, очень питательного, компресса, буквально на ночь, что бы я не использовала, какую бы я сыворотку, не наносила под этот крем, всегда все заканчивалось тихо, мирно, спокойно, и благоприятно для моего лица, также замечательный, увлажняющий крем от марки Lumine, я бы даже сказала, что это увлажнение с намеком на питание, вот прям он очень-очень классный, на любое время года, и даже зимой, суперски увлажнял область под глазами, не вызывал эффекта заплаканных глаз, он не такой, как некоторые жирные кремы, которые наносишь, и они потом аж заплывают тебе, каким-то образом в глаза, нет, здесь очень приятная, такая более плотненькая консистенция, которая тает под теплом пальцев, я прям очень люблю, и у меня также есть пробники, каких-то других уходовых средств, из этой линейки, обязательно попробую, наверное, тогда, когда немножко похолодает, а вот крем под глаза, я бы советовала брать, в принципе, не важно в какой сезон, потому что он всегда хорошо справится, с увлажнением, восстановлением кожи под глазами, я прям была им очень довольна, и расход минимальный, очень хотела попробовать тушь от марки Айзенберг, и я просила, чтобы это была тушь именно с силиконовой щеточкой, у них там есть две, в их декоративной линейке, и когда я открыла эту тушь, я подумала, что вау, какая классная кремовая, такая влажная формула, все как я люблю, но потом я поняла, вот интересно вам видно, сейчас сделаю, чтобы таки было видно, это, кстати, еще не самый худший вариант, короче, смотрите, сколько туши на этой кисточке, она прям вот вся облеплена, как в последний раз в жизни, вы скажете, что Оля, это все можно снять, но, как бы, блин, ты теряешь продукт, это раз, во-вторых, сама щеточка недостаточно разделяет ресницы, да, они объемные, но объемные настолько, что вот туши налипают, вот я очень люблю накрасить ресницы, так, вы знаете, от души, но тут налипает столько, и ресницы слипаются, и вот этот объем сходится к двум-трем ресницам вообще на глазах, я что-то не поняла, может мне попался вот такой ограничитель, который, как бы, не задерживает туши, она сама по себе тут вылезает, также тушь собирается вокруг вот этого носика, это все выглядит как-то совершенно не премиум, совершенно не лухари, и также вот эта кремовая формула, к сожалению, не очень стойкая, то есть она может отпечатываться под глазами, и сейчас этой туши уже получается несколько месяцев, я ждала, может она подсохнет, может она как-то там успокоится, и перестанет плыть, как зараза, извините, но нет, каждый раз я наношу ее, потом сижу, разделяю ресницы, а потом она еще и отпечатывается, и потом уже хочется ругаться матом. Две уходовых банки, которым я посвятила довольно много внимания на своем канале, это система ID от марки Клиник, обожаю, просто обожаю, вообще сам концепт мне понравился, ты конкретно выбираешь базу, основу твоего ухода, под твой тип кожи, там комбинированная, сухая, у меня это был увлажняющий лосьон, для сухой и очень сухой кожи, и также подбираешь концентрат, отбеливающий, там с легкими кислотами, успокаивающий, ну в общем, у них там есть штук 5, вот, у меня был с кислотами, но они здесь очень легкие, я даже пользовалась вот этим комбо в теплое время года, очень хорошо, не появилась никакая пигментация, при этом кожа была супер увлажненная, и с удовольствием когда-то вернусь, и кстати, я не знаю, 9 месяцев у меня послужил, тоже минимальный расход, я люблю такое, когда тратишься и долго пользуешься, и потом, когда пересчитываешь цену, объем на время использования, то тебе как-то легче от этого, да, и очень классный крем, который я сейчас обновила, но не могу найти нигде к нему сыворотку, это бренд Medicate, очень крутая линейка с витамином С, а этот крем еще и с SPF 30, легкая, приятная текстура, хорошо увлажняет, и в сочетании с их родной сывороткой, только у меня была не цитетра, а чуть помощнее, сейчас на весну я хотела бы себе взять цитетру, ее как назло нигде нет, а в Польше она почему-то не продается онлайн, так что стоит крем и ждет, когда я найду сыворотку. Это была моя любимая пудра от марки Too Faced, на самом деле она прозрачная, хотя может казаться слегка такой желтой, это самая мелкая пудра, самая классная, фиксирующая, которая годится и для бейкинга, и просто для повседневного использования, она не гиперматовая, но она оставляет лицо, вы знаете, живым, летом макияж с ней держится классно, даже когда очень жарко, и зимой она не пересушивает, и под глаза, она вот как-то и матирующая, живо матирующая, и она отражает свет, но здесь нет никаких блесток, нет чего-то, вот что вы можете рассмотреть, то есть невооруженным взглядом, это незаметно, но она как-то рассеивает свет, особенно вы знаете на фотках, как это круто выглядит, когда кожа под глазами такая максимально разглаженная, когда это вот просто как свежесть под глазами, и благодаря этой пудре я начала использовать гораздо легче консилеры, и у меня также есть компактная, я могу сказать, что это аналог от марки Essence, но я оставила ее для путешествий, потому что не очень удобно возить с собой рассыпушку, она также у меня есть в миниатюре, которая открывается, я все это пересыпала, но чаще всего я так тороплюсь, что мне нужно что-то одно схватить, и сейчас этой пудрой будет марка Essence, а вот для домашнего использования, я всегда наношу вот эту пудрочку, она прямо вообще моя самая любимая, уже на протяжении нескольких лет, но прежде чем я, вот знаете, поджала хвост и вернулась к ней, и сказала, да, ты лучшая, я попробовала несколько, и одной из них была пудра от Huda, от марки Huda Beauty, я думаю, что все вы о ней наслышаны, у меня это пудра Banana Bread, и последний раз, когда я ее воспользовалась, мы еще тогда ждали гостей, у меня не было времени перекрашиваться, и мне было так неловко от того, что мой макияж выглядит так страшно, и когда я услышала, что пудра классная, но есть какая-то там отдушка, которая некоторых смущает, я подумала, что, блин, вот желтая пудра я люблю, пудрочка от Too Faced, тоже слегка желтая, но она делает цветокоррекцию, можно так сказать, эта хрень делает вам оранжевые подковы, у вас под глазами, вот вы знаете, меня она настолько выбесила, потому что ни одна другая пудра, даже самая дешевая, даже Evelyn такого не делает, а она особенно со стойкими консилерами, входит в какую-то, блин, реакцию, и у тебя просто оранжевые, вот такие подковы, и последний раз я так встретила гостей, и они знают, что я занимаюсь макияжем, и наверно смотрели на меня и думали, блин, что с ней не так, почему она так красится, и кто вообще ей верит, и вот эта пудра, я не могу сказать, что она неприятно пахнет, у нее есть отдушка, я не хотела бы, чтобы она здесь была, но ладно, для меня это не такой критичный минус, если бы она была действительно, вот знаете, рабочая, я могла бы на нее рассчитывать, я бы вообще закрыла глаза на многое, удобная упаковка на самом деле, вот эта крышечка закрывается, сеточка, ну все классно, вы скажете, Оля, наноси меньше под глаза, но меньше не получается, у нее мелкий помол, она вот такая вся, как бы приятненькая, она, кстати, очень матирующая, и я даже думаю, что если бы это был светлый оттенок, все равно мимо, потому что она вот какая-то, знаете, так, я тебя сейчас напудрю, вот как в старые добрые времена, знаете, вот она железобетонная, очень на лице, и вот эта оранжевизна, ну просто вообще никуда не годится, абсолютно нет, абсолютно нет, уж если выбирать что-то из люксового сегмента, то возьмите себе такое, будет вам счастье, и будете делать и бэкинги, шмэкинги, все, что хотите, вот это уничтожит вашу кожу под глазами, и лицо в принципе, вот сейчас я реально очень сильно разозлилась, потому что вспомнила, как много раз эта фигня испортила мне мой внешний вид, ночное масло с ретинолом, знаменитая синяя луна от Sunday Rally, я покупала его еще в прошлом году, и использовала на ночь, как рекомендует производитель, кстати, у него реально синий цвет, и нужно его наносить совсем грамульку на лицо, я также наносила на шею, на область декольте, и когда перебарщиваешь, то у тебя, знаете, такой инопланетный вид немножко, потому что появляется синий оттенок кожи, а масло на самом деле очень классное по составу, очень хорошо питает кожу, я не заметила какого-то действия ретинола, который, например, дает крем от La Roche-Posay из линейки Redermicare, как Medicate, как даже самый сильный SkinCuticals, что-то у меня еще было из iHerb, я показывала вам, очень хорошая линейка, вот они как-то более действенные, что ли, здесь все настолько нежно, что для новичков, для тех, кто любит два в одном, потому что это и восстановление, и питание, и также ретинол, но я не заметила, чтобы как-то поры были подсобранными, чтобы было антивозрастное действие, чтобы уходили какие-то морщинки, но когда я использовала это масло, то действительно утром было очень приятное лицо, оно было таким мягеньким, вот хорошо восстановленным, все классно, просто как бы думайте, вам нужен лайтовый продукт, и любите ли вы масло, оно, кстати, не очень, оно вязкое по текстуре, но оно приятно ощущается на лице, как что-то с ретинолом, скорее нечем, да, я бы все-таки взяла масляную сыворотку от того же Medicate, и какой-то обычный стандартный базовый крем, причем не особо важно, потому что там главную роль будет играть именно сыворотка, ну вот, не знаю, может когда-то повторю, но скорее всего буду искать что-то другое, или буду повторять Medicate, смотря что мне нужно будет, если я захочу ретинол, я возьму что-то более рабочее, если я захочу масло, ну возможно, да, как масло, да, просто не могу использовать консилер от Maybelline, я наткнулась на видео, где очень классная блогер, я не помню, как ее зовут, простите, показывала, как она маскирует круги под глазами, говорила, что это очень классный консилер под глаза, что он не скатывается, и что он не сушит, и что он очень сильно перекрывает, при том, что я не поклонница очень сильного покрытия под глазами, я лучше выберу какой-то классный консилер, нанесу его в небольшом количестве, правильную пудру, и так все будет выглядеть так, как я хочу, и не буду как-то утяжелять область под глазами, этот же консилер, даже если сравнивать с тем, что есть у меня, я говорю о Too Faced, вот этом таком большом консилере, я сейчас говорю о Tarte Shape Tape, это неполное покрытие, поверьте мне на слово, это среднее покрытие, такое же, как у марки Everline, здесь в случае Maybelline, ограниченная цветовая палитра, я не могу сказать, что он прям супер сушащий, я пробовала использовать его несколько дней подряд, и это просто некомфортное ощущение в течение дня, я пробовала использовать и матирующую пудру, и обычную какую-то фиксирующую пудру, со всеми разными, и каждый раз это было как-то вот, ну типа терпимо, ну типа зачем, вот, и также, так как я сказала, это неполное покрытие, да, он действительно не скатывается, для меня это не самая удобная форма выпуска, потому что, ну вот, часто достаешь, и пустой вот этот спонж, то есть приходится как-то его здесь, тырырыры, вот так вот выгребать, да, или как-то там надавливать, короче, я такое не люблю, вот эти все танцы с бубнами, но иногда я готова потерпеть, а здесь вроде как, так знаете, и не дотягивает, и не дотягивает, и не супер покрытие, и как бы, блин, сушит, ну в общем, если выбирать, то вот честно, я взяла бы лучше Эволайн, чем вот этот, там проще подобрать оттенок, у меня, кстати, номер 15 light, он желтоватый, имейте это ввиду, я люблю желтоватые консилеры, и, ну, вот, прям советовать кому-то я бы не стала, такой среднячок, это была супер помада от марки Golden Rose, она как суфле, она и матовая на губах, но она не застывает, она не супер стойкая, конечно, но все равно очень красиво, так бархатно выглядит на губах, и оттенки у них суперские нюдовые, это линейка Soft Matte, и у меня оттенок 106, вы знаете, потом, когда я рылась в своей косметичке, я поняла, за что я так люблю этот теплый нюд, но он, вы знаете, правильно теплый, это как MAC Velvet Teddy, я наносила их вместе, я по очереди их носила на губах, и потом до меня дошло, что, блин, они настолько похожи, что вот прям практически не отличишь, это довольно темный нюд, но он не такой, вы знаете, ядрено-рыжий, в нем есть какая-то краснинка небольшая, и благодаря этому он очень интересно смотрится на губах, вот сейчас я постараюсь достать, я не помню, есть ли у меня фотография, но удалось мне тут что-то наскрести, наскрести, вот такой оттеночек, очень интересный, я его очень сильно любила, если вам нравятся такие тепловатые оттенки, то присмотритесь номер 106, еще одно разочарование и недоразумение, это бренд Кристоф Роббит, мой муж очень любит их пилинг для кожи головы, и когда я дала ему еще и шампунь в такой форме, он идет с цитрусом, он говорит, класс, я очень люблю эту марку, потом раз воспользовался, и говорит, ты хотела меня убить в смысле, он говорит, когда он намылил волосы, начал это смывать, жгло кожу лица невыносимо, а когда это попало в глаза, он говорит, я уже начал тебя ненавидеть, я побоялась использовать это на себе, я говорю, Томак, может еще раз, он так на меня посмотрел, вот знаете, я видела недавно в интернете такой прикол, что из-за карантина я начала ругаться матом при помощи взгляда, вот приблизительно так на меня глянул Томак, я такая, окей, я поняла, не знаю, есть ли у вас что-то такое, пользовались ли вы, я не рискну, честно говоря, ну зато на Томаке протестировала, тут все потерпают у меня дома, как-то в этом году, или к праздникам, мне приходила посылка от бренда Beauty Bomb, и там были классные карандаши для губ, остальное я как-то не знаю, не пробовала, и там были также матовые помады, я делаю это только для вас, для вашего хорошего настроения, сейчас сотрут свою помаду, и вы увидите это, это оттенок 01, поехали, вот такой заплеванный немножко нюд, малышня уже говорит заканчивать, короче, вы такой, видели, с вас палец вверх, если вы сейчас начали смеяться, это ужасно, за что? это отвратительно, продолжаем, оттенок 06, розовый, кстати, он уже не такой вот, видите, обсенученный, оу, помада очень сильно подчеркивает сухость губ, все шелушинки, о которых даже я не знала, и для такого цвета плотности не хватает, это же даже, видите, она как бы прилипает, я вот такое не люблю, и последний оттенок, только ради вас, 07, помада на зубах, так, она перепечатывается, как бы остается проплешины, наверное, если ее так посушить, не снукай уху, то будет норм, а я не хочу ждать, я хочу как можно скорее от нее избавиться, кстати, по-моему, в камере она еще ничего, но в жизни, может на какую-то вечеринку, может в качестве подложки, под какие-то тени, но, наверное, это или для креативных людей, такой оттенок, или, я не знаю, для любителей, каких-то перевоплощений, без понятия, но у этой вот помады, у этого оттенка 07, другая формула, самая ужасная, у нюдовая, поверите мне на слово, и не рискуйте, я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, всех прошу не обижаться, я высказала только свое мнение, и поделилась своим опытом использования чего-либо, у меня сейчас так сильно стягивают губы, что я сижу и просто обалдеваю, все, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч, совсем скоро, ухо, ухо, Продолжение следует...